МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это важнейший статистический процесс. Именно после перевеси корректируются все федеральные, региональные и муниципальные программы и становится понятно, где важнее построить социальные объекты, детский сад, школу, поликлинику или домкультура. Важная тема – обеспечение безопасности дорожного движения. В ближайших планах – обновление дорожной разметки, введение запрета на движение грузового транспорта и многое другое. Сейчас в округе началась работа по обустройству пешеходных переходов с подсветкой. Первыми они появятся в Одинцове и Горках-вторых. Светофоры начали устанавливать. У нас они сидят в смете содержания. Это позволит, я думаю, более обезопасить наших граждан. Данные светофоры, я думаю, что они приживутся. Мы будем дальше работать над тем, чтобы устанавливать по всему городскому округу. Благодаря комплексу мероприятий по организации безопасности дорожного движения, в этом году на муниципальных и федеральных дорогах удалось снизить количество погибших и пострадавших в ДТП. Кстати, водители и пешеходы могут проверить свои знания в области правил дорожного движения в рамках стартовавшего онлайн-теста. Для этого нужно зарегистрироваться и ответить на 20 вопросов за 20 минут, как на экзамене в ГИБДД. С понедельника в Подмосковье запущен онлайн-зачет на знания правил дорожного движения. Это совместный проект Минтранса Московской области и ГИБДД. Проверить свои знания может каждый желающий на сайте зачет pdd50.ru. Программа социальной газификации в округе набрала максимальный темп. Уже подключено 369 домовладений. Работы идут в 18 населенных пунктах. Еще в 10 они завершены. Для того, чтобы зашли во двор и проложали газ до дома, необходимо, чтобы житель подал заявку на газификацию именно его домовладения. Поэтому первое, что жителю нужно предложить, это чтобы он зашел на сайт Мособлгаза и подал заявку. Либо доехал до офиса Мособлгаза и подал заявку, если ему неудобно это сделать в электронном виде. На учете в Центре амбулаторной онкологической помощи населению, который с октября 2020 года действует на базе первой поликлиники в Одинцове, сегодня состоит 10 400 человек. Существующая база и материальная, и с точки зрения комплектованности врачами позволяет проводить под эгидой онкологического центра диагностические процедуры. Это и КТ, и МРТ, маммография, делать рентген, УЗИ, эндоскопия, функциональную диагностику и забор биопсии. В Центре есть все необходимое для диагностики, в том числе на ранних стадиях, онкологических заболеваний оборудования. Имеется дневной стационар на 10 коек. Работают 18 специалистов, а время ожидания приема онколога составляет не более трех дней. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.